Скажи, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Мне 28 лет, я менеджер-аналитик и занимаюсь скрипкой в школе виртуоза. Отлично. Скажи им, пожалуйста, что заставило тебя прийти и вдруг заняться скрипкой? Мы с коллегой поспорили, что кто из нас, точнее, начнет быстрее заниматься на музыкальном инструменте. Значит, у меня была скрипка, у него была пианино. Мы поспорили, он начал первый, в итоге я разозлился на него и также записался на скрипку. Он бросил через неделю, а я уже три года занимаюсь в данной школе. Вот скрипка, что для тебя она сейчас обозначает? Для меня, ну, лично могу по процессу сказать, что, наверное, скрипка – это самое тяжелое, что я когда-либо делал. Я начал играть, получается, в 25 лет начал заниматься. Поначалу было безумно сложно просто понять, как ставить пальцы, а потом как-то и Людмила Рогова, да, мой преподаватель, помогла мне понять, что да как, и дело пошло уже. Что для тебя первое выступление было? Вот два-три слова, эмоции, опиши. Это как? Первое выступление, как сейчас помню, 28 мая, библиотека имени Чехова, два с половиной года назад. Трясущиеся руки. У меня немел мизинец на правой руке, я не мог нормально держать смычок. Могу описать в двух словах. Ко мне подошла сестра после выступления, говорит, Миш, как ты интересно вибрируешь правой рукой. А самый прикол, что на скрипке вибрирует левой рукой, то есть правая у меня просто дрожала, и смычок не мог спокойно идти по струнам. Зачем тебе оркестр? Я, можно сказать, воспитывался в командных видах спорта, поэтому оркестр это тоже некая команда. Я прошел путь со второй, с третьей скрипки до первой и соло скрипки. Поэтому был некий вызов, плюс отличные люди, прекрасный коллектив. И очень интересно слышать, как скрипка сочетается с теми же виолончелями, флейтами. Кто для тебя твой педагог? Для меня Людмила педагог, друг, психолог и просто хороший человек, которому хочется каждый раз возвращаться. Отлично, мы идем сейчас в школу, ты идешь на урок, ты готов к уроку? Да, я вчера проиграл гамму ля-мажор, которую я планирую сдавать на тех зачете. Три года в виртуозах, что тебя держит. Только не рассказывай всем, что мы забрали, у тебя паспорт, мы не отдаем. Окей, тогда правду говорить не буду. Что меня держит? Я уже говорил про коллектив, я говорил про педагога. Могу сказать про общую атмосферу, инфраструктуру школы. Просто приятно здесь заниматься. Если сравнивать занятия здесь и дома, например, сюда приходишь, единомышленники, кто-то идет на фортепиано, кто-то на виолончель, ты идешь заниматься на скрипке, это очень воодушевляет, учитывая, что все мы любители, да, и поэтому, конечно, сил к вечеру остается не так много. Комбинация этих факторов, наверное, помогает оставаться мотивированным и двигаться дальше. Был ли у тебя момент, когда тебе хотелось сказать, ну, из категории все достало, я больше не хочу, ну, эту скрипку пойду в качалку? У меня было два таких момента. Это был первый год обучения, и я поэтому, когда спросили насчет педагога, я сказал, что психолог, именно она помогла мне остаться, сказав, что задатки есть, да, сейчас тяжело, но будет легче. Понятно, терпение. Самое сложное произведение, которое я играл, я могу сказать, я полгода репетировал концерт соль-мажор Вивальди, я его забросил, потому что было очень тяжело, надеюсь, до конца этого года, 2020-го, его сыграть на сцене. Это цель моя. Да, отлично, хорошая цель. Ты можешь себя назвать скрипачом? Вот ты такой идешь головой со скрипкой на сцене. Ты скрипач или кто? Скрипач-любитель, безусловно. Что поменялось в твоей жизни? Ну, первое, да, это интересные люди. Второе, это, я, наверное, скажу так, какое-то душевное равновесие, потому что музыка помогла именно найти какой-то некий баланс. И плюс интересный еще момент. Буквально, наверное, полгода назад поймал себя на мысли, что работать стало легче. И иногда я занимаюсь так, я беру лист А4, когда есть какая-то проблема, я просто прихожу в школу, раскладываюсь, и, соответственно, играю, положив лист А4 и ручку. Поиграв 10 минут, приходит какое-то понимание, что та проблема, которая тебя мучила, на самом деле, не очень сложная, и ты просто записываешь свои мысли, и все становится намного проще. Спасибо.